МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь, правда, водителям не мешают, однако шум точно не помогает уснуть жителям соседних домов. Остановилось движение на улице Красноармейской. Тусовочный квартал заполонили машины. На них танцевали под громкую музыку. Это уже вошло в традицию завсегдатых местных увеселительных заведений. В конце концов сюда вызвали полицию. Она прибыла, но девушка, которая позвонила дежурному по поводу кражи ее дорогостоящего телефона, захотела задержать правоохранителей и предприняла кардинальные меры. Прилегла на капот патрульной машины. Ее, как полагается, убрали под крики. После такого нужно только жениться. Видимо, но в другой раз. А сейчас барышня находится в полиции. Ей предстоит прийти в суд из-за мелкого хулиганства. А еще оплатить штраф в размере тысячи рублей за выход на проезжую часть. Вообще, в минувшие выходные работы у краснодарских правоохранителей было много. Всего в отношении правонарушителей составлено 14 административных протоколов. В частности, за остановку и стоянку автомобилей на пешеходных переходах. В зоне действия знаков остановка стоянка запрещена. Тонировку передних стекол. Нарушение тишины и покоя граждан. Неуплату административного штрафа предусмотрено законным срок. Остановку и стоянку на месте для инвалидов. Отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Несправные внешние световые приборы. Мелкое хулиганство. Кстати, в краевой столице вечеринки проводят и, так сказать, на стороне закона. Одна из таких состоялась там же, по соседству с вышеперечисленными событиями в стиле арт-хаус, на центральной улице города. Здесь режим допустимой громкости учли и разошлись вовремя, чтобы не мешать местным жителям. Два золотых правила, которые, наверное, нужно напомнить жителям и гостям краевой столицы. Тему продолжим, но теперь поговорим о последствиях безудержного веселья. Речь о первопроходцах, так называемых, карантинных вечеринок. В пару к девушке, которая пробежалась по патрульному авто в июне, накажут и другого героя этого летнего вечера. Он толкнул правоохранителя, когда тот пытался задержать нарушительницу. Возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении должностных обязанностей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Правда, административка, как дама. Парень не отделается. Такое нарушение подпадает под уголовный кодекс. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП. Он двигался по улице Дзержинского в краевой столице и на полном ходу врезался в отечественный седан. В момент аварии попал в объектив видеорегистратора. От удара иномарка инициатора аварии перевернулась. Шофер Лады получил травмы. Виновник ДТП отделался переломом рук. Он вместе с пассажиром будет проходить амбулаторное лечение. Парни уже выписали административный протокол за управление авто без прав. Кроме того, о чем теперь точно заинтересуются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Предстоит отвечать перед законом и взрослым, которые доверили транспортное средство хоть большому, но все-таки ребенку. О других дорожных происшествиях расскажем далее. Наш ежедневный обзор видео с камер ЕДДС уже готов. Начнем обзор с аварии пятничным утром. Кольцо на пересечении Дзержинского и Кореновской. Два белых седана поворачивают из внутреннего радиуса направо. Нарушение ПДД без последствий. О чем я хуже, видимо, думает водитель серого внедорожника. Но, увы, при этом маневре он получает удар в бок от автопогрузчика. Здесь масса сыграла свою роль. У виновника аварии вылетели стекла, да и в целом помята вся корма справа. А у более габаритной машины чуть вздернулся бампер. Шоферы вышли, оценили повреждения, решили самостоятельно разобраться в ситуации. Справились с этим за два часа, а после разъехались. Идем далее. На вокзал Краснодар-2 прибывает очередной пассажир. Как это чаще всего происходит на такси. Заказ выполнен, прозвучало на программе. Пассажир так спешит, что убеждаться в безопасности выхода не успевает. Открывает дверь и попадает деталью в проезжую газель. Водители на сей раз сломали традицию. Стали общаться не друг с другом, а с виновником аварии. Мужчиной, который был на заднем сидении коммерческого авто. 40 минут потратили на выяснение всех обстоятельств и освободили дорогу. Вечер пятницы. Для многих это сигнал к началу веселья. Но для доставщиков еды это самый пик работы. Как оказалось, эта профессия опасна не только во время карантина, но и сейчас. Вот парень на мотоцикле везет заказ. Как полагается, ждет зеленого. Тот загорается, мотоциклист стартует и через пару мгновений падает на дорогу. Путь ему преградил Тарапыга. На приоре он проехал на красный. Не лучшее решение. Прохожие хотели оказать помощь пострадавшему, но она не понадобилась. К счастью, курьер жив и здоров. Разве что немного ударился. Это он донес и виновнику аварии. Вместе все разногласия разрешили и освободили перекресток через 20 минут. Суббота не задалась. С самого утра для следующих наших героев. Один ехал по улице Стеклотарной, другой по Ставропольской. Их объединило одно. Нежелание тормозить. Вопреки сигналам светофоров. Один пролетел на желтый, переходящий в красный. Другой на последние секунды запрещающего сигнала электронного регулировщика. В итоге они слишком тесно сблизились на перекрестке. Да так, что оба знатно помяли свои бампера. После автовладельцы вышли, оценили повреждения и вызвали сотрудников госавтоинспекции. Они прибыли, быстро разобрались в ситуации и отпустили шоферов. Спустя два часа проезжая часть стала вновь свободна. Перекресток улиц Северной и Каляева водитель белого универсала пропустил нужный поворот. Вместо того, чтобы петлять по переулкам, решил аккуратно сдать назад. Против шерсти, как говорят шоферы. Но аварию спровоцировал не он. Белый седан сильно торопился и въехал в бампер серой машины. После автовладельцы вышли из авто, поговорили, вызвали сотрудников ГИБДД. Правоохранители прибыли, разобрались в ситуации и освободили дорогу спустя 40 минут. Ночь. Авто каршеринга двигается по улице Российской. Водитель решает свернуть на Солнечную. Почему-то не пропускать встречное авто, а зря. Русский хэтчбэк на полном ходу влетает иномарки вбок. На помощь сразу пришли другие шоферы и прохожие. По счастливой случайности никто не пострадал. Однако машинам предстоит весомый ремонт, причем обоим. Они даже не смогли покинуть дорогу самостоятельно. Понадобились услуги эвакуаторов. А пока они ехали, прибыли правоохранители, оформили ДТП, провели беседу с виновником аварии. Освободили дорогу лишь глубокой ночью, спустя 4 часа. Воскресенье. Перекресток улицы Ставропольской и второй пятилетки. Белый седан из крайней полосы решил обойти внедорожник справа. Но в средний ряд уже въехал отечественный хэтчбэк. Его водитель надавил на педаль тормоза, но получил лишь неуправляемый занос. Перед остановкой влетает джип. Шоферы вышли и пока осматривали повреждения инициатора аварии. Так самотор спешно ретировался подальше от ДТП. Его вряд ли вспоминали хорошими словами участники столкновения. Им пришлось вызывать полицию и час разбираться под палящим краснодарским солнцем в ситуации. И, наконец, тройное ДТП. Улица Петра Метальникова. Греница авто ждет своей очереди для поворота на Московскую. Один проехал, очередь чуть продвинулась. И тут опередить всех решает шофер белого седана. Давит на газ и толкает синий авто. А потом уже в сцепке добираются до бампера серого хэтчбэка. После водители вышли, осмотрели машины, понаблюдали за печалью виновника аварии и призвали к помощи сотрудников госавтоинспекции. Для правоохранителей путь предстоял долгий, да и разбор был небыстрый. Освободились все лишь к закату.